Сегодня Михаил Игнатьев встретился с журналистами ведущих изданий Республики. За два часа беседы успели обсудить и самые резонансные темы, и вопросы, которые волнуют жителей муниципалитетов. С подробностями Дмитрий Ковалев. Со дня последней встречи главы региона с прессой прошел ровно месяц. Его отпишущую братью снова пригласили в Дом правительства. Свои вопросы Михаилу Игнатьеву подготовили более 40 журналистов. Глава штурмской республики Михаил Васильевич Игнатьев. Постоянется, все классы. Ожидаемо, что первой темой, поднятой журналистами, стала ситуация вокруг Чувашкредитпромбанка. Глава региона отметил, что вкладчиков в беде не оставят. В ближайшее время пострадавшим начнут выплачивать страховку. Завтра для учета приезжает руководитель агенции по страхованию вкладов. И по механизму, начиная с 21 ноября, будут начаты выплаты. Касаясь моей работы, я начиная с 2010 года, когда вступил в эту должность, ездил в Центральный банк Российской Федерации, показывал, какая ситуация, когда контрольный пакет ушел, какие средства были выведены. Бизнес тоже не должен страдать. Все вопросы будет рассматривать конкурсный управляющий банка, отметил Михаил Игнатьев. Поэтому те средства, которые будут собираться, поэтапно, по шагу, они будут выданы тем, кто имел там вклады. Михаил Игнатьев рассказал, и с какими итогами республика подходит к концу года. Наметился рост в реальном секторе экономики, продолжает увеличиваться доходная база бюджета, превысили прогнозы и объемы ввода жилья. В квадратных метрах это 637 тысяч квадратных метров. Это включая мероприятие национального проекта. Строители поэтапно переходят на систему искро у счетов. Глава региона отметил, что новые правила работы должны защитить дольщиков. 30% подрядных организаций и многогвартирных домов строятся по новому механизму. Это дало, наоборот, возможность достроить, сдать в эксплуатацию эти дома. Еще одна обсуждаемая тема – оптимизация библиотечной системы и клубов столицы. В правительстве региона эту проблему взяли на контроль. У нас право есть отдельные учреждения библиотеки или школы искусств забрать на республиканский уровень и, соответственно, финансировать за счет регионального бюджета. Дал поручение соответствующим отраслевым министерствам. У нас нет такой цели любой ценой закрыть эти библиотеки и забыть про все это дело. Немало вопросов от районных газет. Журналистов из Цивильска волнует, когда в муниципалитете начнет работать станция очистки источных вод. Экспертизу проводят данного объекта. Какое оборудование надо еще докупать, чтобы очистные сооружения заработали. Уже решенным вопросом глава региона считает и запуск троллейбусного сообщения между столицей республики и городом-спутником. В ближайшее время начнутся работы. Это наиболее выгодный экологичный и экономический вид транспорта. Мы в своей работе должны просчитать стоимость всех этих расходов. Несмотря на плотный рабочий график, встречаться с прессой глава региона планирует чаще. Это необходимо и для того, чтобы наладить обратную связь с жителями, отметил Михаил Игнатьев. Но у вас еще больше информации, потому что к вам обращаются по тем проблемам, которые есть. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Вилиев, Республика.